добрый день дорогие друзья многих интересует практический вопрос который играет не просто какую-то теоретическую узко скажем так научную ценность или просто как предмет для разговора а имеет значительную практическую ценность и конечно же его применение в практической плоскости позволяет качественно готовить апелляционные кассационные иные жалобы и конечно же дорогие друзья этот вопрос владения этим предметом существенным образом упрощает и помогает оценить законность и обоснованность судебного решения по гражданскому делу и конечно для тех кто постоянно смотрит мой канал для зрителей для подписчиков не будет откровением или каким-либо секретом мы очень часто эти вопросы выносим на обсуждение по поводу законности решения но отдельные вопросы я вот буквально недавно рассматривал но хотелось бы в серии роликов саккумулировать вот это все понимание законности решения потому что именно понимание предмета законности дает возможность нам оценить то или иное судебное решение которое вынесено в вашем деле как законное или незаконное и обозначить основания для того чтобы бить точно в цель при решении вопроса апелляционного или кассационного обжалования незаконного решения и так дорогие друзья и гражданско-процессуальный кодекс и пленум верховного суда о судебном решении дают нам критерии по которым мы будем определять а законное ли решение суда первой инстанции по гражданскому делу или она таковым не является и вот во первых строках пленума сразу нам дается понятие что что такое судебное решение а решением является постановление суда первой инстанции которым дело разрешается по существу и дорогие друзья пусть вас не вводит заблуждение слова постановление потому что многие сразу спешат возражать что постановление наряду с определением это акт который выносится в отличие от определения единолично судом по отдельным вопросам но дорогие друзья пленум верховного суда под словом постановление использует его как родовое то есть общее понятие по отношению к судебным решениям поэтому здесь мы говорим не о постановлении суда в узком смысле как постановление которым примеру разрешается ходатайство а постановление в широком смысле под которым понимаются все судебные решения суда в том числе решение именно которое так и именуется решение суда так вот в соответствии со статьей 194 гражданского процессуального кодекса решением является судебное постановление суда первой инстанции которым дело разрешается по существу то есть это резюмирующий окончательный судебный акт и решение должно быть законным и обоснованным то есть два требования к законности решения и под словом законность мы понимаем что она делится на два самостоятельных понятия законность как родовое понятие и видовое понятие законность и обоснованность тоже как видовое понятие дорогие друзья пусть вас не смущает возможно некоторая сложность аппарата который используется я имею ввиду понятийного на самом деле все очень просто здесь красивее и лучше чем сказал верховный суд не скажешь два требования и критерия решение законное и обоснованное и точка и следующий момент решение является законным вот здесь там верховный суд расшифровывают понятие законности законным в том случае когда она принята при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права вот у нас в свою очередь принцип законности делится на неукоснительное соблюдение материальных и процессуальных норм которые подлежат применению к данному правоотношению именно конкретному правоотношению которая рассматривается в рамках конкретного гражданского дела или применена правильным образом аналогия права или аналогия закона для тех кто интересуется что такое аналогия права и аналогия закона у нас будут отдельные разговоры и по аналогии права и по аналогии закона потому что здесь законодатель не делает ремарку но мы должны понимать что аналогия права и аналогия закона у нас относится только к нормам материального права к процессу аналогия права аналогия закона неприменимо процесс это жесткие нормы без альтернативного толкования или дополнительного Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права, то есть подлежат применению при рассмотрении данного дела возможно несколько норм, то решение является законным, если суд применил ту норму закона, которая имеет большую юридическую силу. То есть при сравнении закона и федерального закона, местного и федерального, применяется федеральное законодательство. При конкуренции федерального и конституционного закона применяется конституционный закон. При конкуренции конституционного закона и конституции применяется конституция и так далее. То есть здесь, дорогие друзья, у нас, как говорит Верховный суд, при установлении противоречий между нормами права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении дела, судам необходимо учитывать разъяснение пленума о некоторых вопросах применения Конституции при осуществлении правосудия и о применении общепризнанных принципов международного права. Их тоже никто не отменял и они должны применяться в судебной практике. Вот это мы говорили о том, что такое законное решение. Но также нам расшифровывают Верховный суд и понятие, а что такое решение обоснованное. И вот сейчас мы перейдем к этому разговору о том, что такое обоснованность решения. Но, еще раз останавливаясь на законности решения, неприменение вот этих постулатов, которые нам указывает Верховный суд, то есть если решение не соответствует точнейшим образом нормам процессуального права и нормам материального права, либо неправильно применена аналогия права или аналогия закона, или не учтено международное законодательство, в котором мы участвуем, или не учтены конституционные принципы и так далее, то данное решение не может быть законным и это будет однозначным основанием для его апелляционного или касационного обжалования. А вот что такое обоснованность, тоже очень точно сформулировано, изящно и красиво, я бы сказал, если позволить на такие эпитеты применять к постановлениям пленума, но, как говорится, изящность мысли говорит о ее точности, с моей точки зрения. И вот как Верховный суд говорит об обоснованности решения. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании. А также решение является обоснованным тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов. Ну, лучше и красивее, на мой взгляд, не скажешь. Можно сидеть над этой формулировкой. Кого она интересует в письменном виде, пожалуйста, откройте постановление пленума о судебном решении и многие вопросы об обоснованности сразу станут понятны. В любом случае, несоответствие этим критериям, то есть обоснование выводов суда на основании недопустимых, неотносимых доказательств, влечет признание его необоснованным. А необоснованность судебного решения влечет за собой возможность его апелляционного и касационного обжалования. В свою очередь, либо обжалования, далее, вышестоящие инстанции и так далее. Следующий момент. Поскольку в силу части 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса в решении суда должен быть указан закон, которым руководствовался суд, необходимо указать в мотивировочной части материальный закон. То есть все выводы суда, вот все, что в мотивировочной части содержится, не может существовать отдельно от нормы материального права. Вот это четкая позиция. И если в судебном решении отсутствует норма материального права, или именно в мотивировочной части, или она применена не та норма, которую следовало бы указать, это однозначное основание для обжалования данного решения как необоснованного. И соответствующим образом обязательно указание материального закона, не просто материального закона, а именно тот, который применяется судом к данным правоотношениям. И должны быть обязательно указаны процессуальные нормы, которые применяет суд. Это точно так же, как некоторые товарищи, к примеру, готовят, скажем так, отдельные моменты. Вот, к примеру, когда кто-то готовит апелляцию или касацию, и там ссылается не на те нормы процессуального закона. И я вам должен сказать, зачастую суд смотрит на это сквозь пальцы. Потому что там, где если вы напишите в резолютивной части, что на основании таких-то норм, прошу отменить. И укажете не те процессуальные нормы. К примеру, в апелляции укажете ссылку на нормы касационного обжалования. А в касационной жалобе на нормы апелляционного. В 99% случаев на это суд закроет глаза, потому что гражданин имеет право на ошибку. А вот суд, указывая процессуальные нормы в судебном решении, такого права не имеет. И это позиция Верховного Суда. Потому что все-таки между профессиональным судьей и гражданином, который обращается в суд, есть некая разница. И вот если такие ошибки судом допущены, это тоже будет основанием для обжалования в той или иной форме, то есть апелляционного или касационного суда. Это тоже в обязательном порядке. Учитывайте, если вы ищете поводы и основания для обжалования судебного решения вследствие того, что оно вас не устраивает. Следующий момент. Со стороны законности и обоснованности решения должны быть соблюдены в обязательном порядке следующие правила. Суд должен обязательно при вынесении решения учитывать постановление Конституционного Суда о толковании положений Конституции. То есть учитывать их конституционное прочтение. Также судом при вынесении решения в обязательнейшем порядке должны учитываться постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Потому что именно они содержат в себе разъяснение вопросов, возникших в судебной практике при применении норм материального или процессуального права, подлежащих применению в данном деле. Также необходимо учитывать постановление Европейского Суда. Но Пленум готовился еще в те времена, когда мы принимали участие. Сейчас у нас такой большой актуальности в этом вопросе нет. И, дорогие друзья, конечно же, в следующих роликах мы поговорим не только о законности и обоснованности решения, но и о других аспектах, которые существеннейшим образом играют роль при принятии решения об обжаловании того или иного судебного акта. И здесь, конечно же, дорогие друзья, мы будем говорить о тех пределах, в которых принимается решение судом. Конечно же, мы будем говорить, когда суд может выйти за пределы исковых требований и так далее. То есть мы продолжим разговор о законности судебного решения. Но, дорогие друзья, не будем забывать, что все эти вопросы, повторюсь, играют не просто какую-то теоретическую роль и познавательную, а имеют сугубо прикладное и практическое преломление для решения вопроса о обжаловании судебных решений. Для тех, кому необходима помощь в составлении апелляции, касации, исковых заявлений, консультации по тем или иным практическим вопросам, обращайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Всегда с удовольствием поможем, проконсультируем. И, конечно же, очень многие темы мы поднимаем на канале именно благодаря зрителям. Поэтому, если вас интересуют какие-то конкретные вопросы, ситуации, пожалуйста, пишите, звоните, все контакты в описании к видео или задавайте вопросы прямо в комментариях к роликам. Удачи вам в делах и, конечно же, дорогие друзья, желаю вам всего наилучшего. Счастливо! Продолжение следует...